Добрый вечер, вы телевизор Карачаева, Черкесия, в студии Руслан КМ. Поэтому отечественная индустрия гостеприимства активно переориентируется на внутренний рынок. Рашид Тимрезов также отметил отратно видеть, как молодежь искренне гордится своей родиной, национальной культурой и богатой историей, бережно хранить память о своих героях и вносит огромный вклад в развитие своего государства. Глава Карачаева-Черкесии пожелал успехов и новых открытий каждому из участников, в том числе и ребятам из Карачаева-Черкесии и выразил уверенность в том, что разрабатываемые на форуме проектные инициативы в сфере молодежной политики будут успешно реализованы. Сегодня наградили сотрудников Республиканского управления Росгвардии. Медалями и званиями был отмечен труд сотрудников подразделений, обеспечивающих безопасность и правопорядок, в том числе на территории новых российских регионов. Подробности у Артура МКЦ. Последние несколько месяцев находился в зоне проведения специальной военной операции, выполняли служебно-боевые задачи, поставленные нашим руководством, также обеспечивали безопасность проведения референдума, за что были оценены нашим руководством. Сегодня четверо сотрудников регионального управления Росгвардии за успешное выполнение поставленных руководством задач в зоне специальной военной операции были удостоены медали за отличие в охране общественного порядка. Работа по выявлению и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп требует терпения, выучки, умения оперативно принимать оптимальные решения. Поэтому неудивительно, что столь сложная миссия была отмечена государственными наградами Российской Федерации. Всего же медали и очередные звания получили около трех десятков сотрудников ведомства, которые обеспечивают безопасность на территории Карачао-Черкесии и в новых российских регионах. Руководитель Республиканской ветеранской организации Росгвардии Сергей Попов отметил, что представители спецподразделения всегда были на хорошем счету. Всегда наши подразделения отличались стойкостью, боевым характером таким. Не подводили никогда в спецоперациях, которые проводились до этого. И в Чечне проводили операции. И здесь в Республике очень много проведенных операций, за которые очень много сотрудников награждены государственными наградами. Представители руководства управления ветераны спецподразделения немало добрых слов посвятили сотрудникам ведомства и членам их семей. Дай Бог им всем терпения, чтобы они вместе с вами вот эти все трудности стойко переносят. Я надеюсь, что ОМОН, Устанг, Управление по Карачаево-Черкесии, СОБР, Клино, Управление по Карачаево-Черкесии и в дальнейшем будет достойно выполнять все поставленные перед управлением задачи, как в зоне специальной военной операции и на территории Карачаево-Черкесии. Артур Максим, Ухамед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Показатель раскрываемости убийства и покушения на убийство в Российской Федерации достиг исторического максимума. Об этом заявили МВД России. Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране. Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений. Органы внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжают в полном объеме обеспечивать общественный порядок и безопасность на территории нашей страны. Сейчас мы прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер западный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, а днём 27-32 градусов тепла и местами до плюс 24. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков ветер западный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 17-19, а днём 29-31 градусов тепла и высокая пожароопасность. Исправность школьного автобуса – залог безопасности детей. Сотрудники ГИБДД Республики проводят техосмотр автобусов, перевозящих детей. По каким параметрам выдается разрешение на управление школьным автобусом, выяснял наш корреспондент Алихан Лепшоков. Перед тем, как ввести в эксплуатацию школьный автотранспорт, необходимо провести техосмотр. Здесь нужно обращать внимание на техническое состояние автобусов. Сотрудник госавтоинспекции осматривает наличие, исправность ремней безопасности, оснащённость тахографами. Также в обязательном порядке осуществляется проверка колёс и шин транспортного средства в соответствии с требованиями. В школьных автобусах каждая мелочь имеет особое значение, поэтому необходимо тщательно изучить состояние автотранспорта. В первую очередь автобус должен быть укомплектован ремнями безопасности. Далее должен стоять тахограф, глонасс, запасной выход. Около запасного выхода не должно быть никаких предметов, он должен быть доступным, свободным. Далее мы проверяем тормозную систему, вот на стенде. Потом мы проверяем рулевое управление, проверяем задние ходовые огни, передние. То есть школьный автобус, к нему требования намного больше. Автоинспекторы проверяют и тормозные, и рулевые системы автобусов, исправность внешних световых приборов, износ протектора, шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Внутри школьных автобусов должны быть огнетушители и аптечки. Техосмотры школьного автотранспорта проводятся в зависимости от его возраста. Мы всегда подходим к этому делу внимательно и ответственно, так как безопасность прежде всего, отмечают сотрудники ОГИБДД. Если автобус моложе пяти лет, он проходит один раз в год технический осмотр. Если он старше пяти лет, получается, мы проводим техосмотр в течение года два раза, то есть в полгода один раз. Далее по выезду автобусов с детьми, получается, отправляют уведомления. Если этот выезд у нас внутри субъекта, то есть в течение 24 часов. Если за пределы субъекта, в течение 48 часов вы должны подать уведомление, его рассматривают. Далее на местах старшие госы осматривают автобус повторно, выдают водителю акт и выезжают. Безопасность наших детей прежде всего, и поэтому мы и сами заинтересованы, чтобы техосмотр школьного автотранспорта проводился тщательно, уверяют водители. Это, конечно, важная процедура, потому что это детская машина, детский автобус. Это большая ответственность. И, конечно, надо обязательно проходить техосмотр, потому что детская жизнь – это бесценная. И мы проходим раз в год в обязательном порядке полностью. Проверяют от и до. Процедура осмотра школьного автобуса занимает недолгое время. По словам сотрудников ОГИБДД, для проведения техосмотра необходимо отправить специальную заявку, и уже после можно приехать на станцию техобслуживания. После всех процедур мы и выдаем соответствующий документ на право вождения автотранспорта, отмечают представители госавтоинспекции. Оператор заполняет все данные, далее он передает на ноутбук государственному инспектору, и в свою очередь он электронной подписью подписывает диагностическую карту транспортного средства. Все школьные автобусы, в частности новые, должны пройти полный техосмотр к началу учебного года, чтобы школьники безопасно и с комфортом могли ездить в образовательные учреждения. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На учебно-лабораторной базе Качагу имени Умара Алиева-Тиберда проходит профильная интенсивная смена «Лето в красках», организованная университетом совместно с Центром выявления поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачаева-Черкесии «Спутник». Учащиеся школы региона и студенты 2-го курса культуры и искусств развивали свои художественно-творческие способности на фоне природы. Подробнее расскажет Али Халипшоков. 24 школьника Карачаева-Черкесии, студенты 2-го курса Института культуры и искусств Качагу провели две недели в живописнейшем уголке республики Тиберде. Профильная интенсивная смена «Лето в красках» – это возможность развить художественно-творческие способности учащихся. Организаторы отмечают, что это первый такой опыт, который позволит тесно сотрудничать между вузом и школами региона. Надеюсь, что учащиеся, которые прибыли на нашу базу, проходили практику, они придут с хорошими результатами. И в конце у них будет хорошая выставка. Надеемся на сотрудничество нашего университета с детьми, учащиеся со всей республики. Талантливые дети с ними и проводят занятия наши студенты. Студенты и сотрудники Института культуры и искусств Качагу подготовили насыщенную программу, которая включает развивающий досуг, различные мастер-классы, экскурсии, творческие встречи. Для нас это прекрасная возможность развить свои навыки преподавания и отменяться опытом с работниками художественных школ, отмечают студенты. Для нас это очень интересный опыт. Поначалу мы беспокоились, немного даже боялись, но как только мы начали общаться с детьми, мы нашли, очень быстро нашли общий язык с ними. Дети очень трудолюбивые и ответственные. Их работы восхищают. Школьники с особым энтузиазмом принимали участие в образовательной программе профильной интенсивной смены «Лето в красках». Это мероприятие позволит нам повысить социальные и коммуникативные способности, уверяют дети. Очень интересно, классные вожатые. Мы каждый день куда-то ходим. Если не ходим, то по этой территории очень большой. Садимся и начинаем рисовать либо Кавказский горный хребет, либо обычные горы. Эти горы и в основном местность в Тиберде очень живописная. Как сказала наша преподательница, в городах нам не хватает природы. И вот здесь мы можем через пленэр ею насладиться. Здесь школьники смогут повысить свои знания в изобразительном искусстве и приятно провести время на лоне живописнейшей природы. Али Халипшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Скраббукинг, шитье и другие виды декоративно-прикладного искусства в самобытном исполнении Анастасии Богдановой. Жительница станицы Зеленчугской убеждена, что творчество украшает жизнь и делает ее прекраснее. Подробности у Алии Баташева. Множество красиво расположенных деталей великолепно дополняют друг друга и образуют будущий шедевр скраббукинга. Любимые техники Анастасии Богдановой из станицы Зеленчугской. Здесь и вязание, и макраме, и вышивание, и шитье обязательно. То есть включает очень много других видов творчества. Аккуратно врезать из бумаги детали для будущего шедевра, а затем постепенно создавать его и доводить до совершенства. На первый взгляд все очень просто, но на изготовление одной открытки может уйти несколько дней. А чтобы достойно украсить альбом, требуются недели и месяцы, считает Анастасия Богданова. Перед началом любой работы составляется, скажем так, план, смета. То, что будем делать, и называется это скетчи. То есть зарисовывается приблизительно, что где будет расположено, где будет находиться, пусть это будет альбом. И потом уже, потому что это творчество, это вдохновение, сегодня я решила одно, завтра может что-то поменяться. И уже согласно этих скетчей продолжается работа. Ну где-то что-то может впоследствии можно изменить. Техника скраббукинга широко применяется в свадебных альбомах, фотоальбомах новорожденных, а также при оформлении личных дневников и ежедневников. Наиболее распространенные стили – это шебешик, потертый шик, когда элементы декора искусственно состаривают, винтаж, где используют фотографии и картинки, и микс-медиа, смешение стилей. Когда я только начинала, больше всего меня привлекали работы в стиле шебешик. Но как бы парадоксально это ни было, у меня пока на данный момент еще нет ни одной работы в этом стиле. Это очень такой нежный, винтажный, в постельных тонах, обязательно с кружевом. Но вот почему-то я еще пока не сделала. Один у меня альбом в процессе пока в этом стиле, но еще пока его не закончила. Очень много разных направлений. Нужно именно пробовать все, чтобы понять, что больше подходит. Анастасия Богданова занимается скраббукингом в течение двух лет. Дочка Диана первой видит мамины работы и часто восхищается ими. Научить ребенка радоваться тому, что сделано с любовью, передать ему свои знания и умения – это счастье, признается мама. Лишний повод собраться и творить вместе, чтобы в мире стало больше красоты и хорошего настроения. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Крачево-Черкесия, Зеленчукский район. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова